Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Нам всегда очень приятно получать от вас обратную связь. Не скрою, что чаще всего я это делаю через социальные сети. То есть никто сейчас уже не пишет письма на абонентский ящик. Чаще всего приходят какие-то сообщения в личном формате, в социальные сети. И вот передача, которую мы провели, ну не знаю, где-то с месяц назад, «Человек в измерении права», где мы размышляли о праве как о философской категории, ну сейчас бьет по рейтингам все передачи. Мне такого количества положительных отзывов и пожеланий, чтобы этот разговор был продолжен, еще не приходило. Мои прихожане, которые смотрят и следят за тем, что я делаю здесь, в этой студии, через одного практически высказывали свои какие-то вот реверансы в адрес нашего диалога с сегодняшним гостем. В общем, одним словом мы решили продолжить этот разговор и откликнуться на ваши просьбы. Мы поговорим о человеке, о человеческом достоинстве, о человеческой чести с правоведом Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Евгеньевич, ну во-первых, честно, вот сколько существует наша передача, такого отклика и такого отзыва на передачу, ну так, чтобы ее действительно посмотрело большое количество людей. Причем от мал до велика, причем, ну так, я посмотрел, кто, условно говоря, лайкает, я знаю этих людей, это люди и воцерковленные, и невоцерковленные, и люди, которые просто интересуются культурологией, философией, богословием, как некими просто предметами. И люди глубоко верующие, видимо, что-то мы сумели, сумели взрыхлить. Вот мне нравится этот термин. Мы с вами общались уже после передачи. Вы говорили, ну так, немножечко сетовали на то, что мы какие-то темы обрывали, недоговорили, вот, и ощущение рваности где-то в каких-то разговорах, в каком-то разговоре присутствовало. Но мне кажется, что мы сумели сделать главное, коли уж мы получили такой богатый отклик, мы действительно, как землепашцы, взрыхлили почву, и она начала дышать. Видимо, то, что было утоптано, утоптано быстрым поверхностным пониманием, взрыхлив, мы вызвали волну и вопросов, и волну интереса к этой теме. Поэтому мы договорились так с вами, это я для наших телезрителей поясняю, что сегодняшний наш диалог, это будет и последующие, мы обычно, как я уже говорю, встречаемся циклами. Это будут такие вопросы, которые, может быть, не объединены гигантской большой темой, и мы стремимся саму тему, например, разъяснить. Сколько это будут темы, разговоры, вопросы о главном? Потому что вдруг для людей стало понятно, что человечность, честь, достоинство, свобода, право, темы насущные, актуальные, но и одновременно непонятные. Видимо, непонятные в силу, ну, какого-то, может быть, давления внешней среды. Это преамбула. Для наших телезрителей сегодня я поясню. В прошлый раз я вас представлял и ангажировал как своего преподавателя, как кандидата юридических наук. А сегодня мне хотелось бы вас в том числе презентовать, ангажировать. Пусть этот статус уже несколько вами так забыт, в том смысле, что он оставлен. Статус адвоката. Ведь адвокат, немногие знают, наверное, наши телезрители, по-гречески параклитос. И это то самое параклитос, которое верующие люди употребляют каждый день в русском переводе. Царю небесный, утешителю души истины и живездец. И утешителю параклитос. Утешитель это, вернее, параклитос это и утешитель, и заступник, и защитник, ну и в нашем значении адвокат. А вы знаете, как с латыни переводится адвокат? Взыв. Вока-взывать. Нет, вокал-голос. Да. Взывающий голосом. Взывающий. Называющие вещи, да? Да. Своими именами, потому что иначе нет смысла их называть. Вот. И в связи с этим понятно, что вы как правозащитник, ну, правозащитник в суде, да? Адвокат, защищающий человека. Вы же защищали не просто, скажем, там, не знаю, какую-то правду, но в том числе и защищали честь и достоинство того человека, ну, который этого требовал, который вызывал, призывал вас. Собственно, параклитос это, в общем, я так понимаю, почти тот же самый перевод латинского слова. Пара это, клитос это как раз звать, а пара это рядом. Отсюда парадокс и паранормальные явления. Вот. Параклитос это призванный рядом стоящий того, кого я позвал, вот, в качестве и утешения, и защиты. И вот, когда вы защищаете честь и достоинство, мне кажется, честь и достоинство вами осознается и, ну, опять же, философски осмысляется более остро, чем это делают люди, ну, скажем, просто, не знаю, смотрящие какое-нибудь кино на эту тему. Поэтому, вот, мы договорились, мы с вами будем освещать тему человеческого достоинства, чести, как человек уничтожается, в смысле, вот, его чести и достоинства, как он уничижается, как он может воскреснуть. Это все будет в рамках нашего, вот, большого диалога. Но, чтобы нам как-то увязать с теми предыдущими нашими диалогами, предыдущими передачами, для тех, кто, кстати говоря, сегодня видит Юрия Евгеньевича впервые, знайте, что у нас есть, у нашего канала Самара ГИС, есть, во-первых, канал в Ютубе, есть представленность в соцсетях, ВКонтакте, вы можете эти передачи посмотреть уже в записи. И вот третью передачу мы с вами закончили на теме того, что человеку необходим другой, для того, чтобы самостаться, для того, чтобы самоидентифицироваться, для того, чтобы себя, для себя открыть и себя самого понять. И право, собственно говоря, как регулирующая и гармонизирующая категория появляется между двумя субъектами, между двумя индивидуумами, да, и между двумя другими, разными по отношению друг к другу, простите за тавтологию. И вот в связи с этим у меня первый вопрос, который бы нас, как бы, мостик перекинул, чтобы нам не с пустого места начинать. А как вам кажется, вот если нам всем так нужен другой, если отцу Сергию, как ведущему этой передачи, нужен Юрий Евгеньевич, сидящий напротив, а Юрию Евгеньевичу, для того, чтобы высказать то, о чем он думает, нужен отец Сергий с его вопросом или запросом, то почему этой идеи, идеи наличия другого, непохожего на тебя, так сопротивляется человек? Почему он не спешит практиковать и, ну, всячески подчеркивать двумя линиями, другость, инаковость другого? Почему он вдруг в какой-то момент начинает жестокое насильственное действие в адрес этого самого другого? Прежде чем он осуществляет какое-либо подавление другого, он может до неузнаваемости упростить этого другого, примитивизировать этого другого. И я это часто вижу, потому что очень легко, очень просто иметь дело с тем, что тебе очень хорошо знакомо. Есть наработанные какие-то стандартные реакции, и, может быть, для дела так и хорошо, да, в какой-нибудь технологической операции. Но вот если речь идет о более серьезных вещах, другой может поставить тебя в такую ситуацию, когда вдруг ты почувствуешь, что ты сам несостоятельен в том качестве, на которое претендуешь. Понимаете, я беру скрипку в руки, и от меня те цирки уходят, захлопнув дверь. И мне с этой правдой бывает очень тяжело, да. Я могу, конечно, сказать, что так вот-то какой игрок, да, меняй скрипку на коньки. Но надо быть сильным духом, чтобы смотреть на собственные поступки и их последствия. Гораздо проще приписать эти последствия другому. Он мало чего понимает, да, и так далее. И вот самое, может быть, неприятное и жуткое, что происходит в общении, я имею в виду самое неприятное и жуткое, что человек делает с собой, когда он примитивно рисует другого, да, ну, если одним словом, обедняет сам себя, а если более развернуто, он помещает себя в такую картину мира, в которой нет места человечности. Понимаете? Вот вы напомнили о моем адвокатском прошлом, и у меня был и один эпизод, очень тогда, очень неприятный эпизод, хотя я его очень часто вспоминаю. Правила адвоката, одно из правил адвоката, это было уголовное дело, не спрашивая, что на самом деле там случилось. Ну, многие адвокаты придерживаются этого правила, потому что, если ты знаешь, что на самом деле было, то, первое, ты можешь не преодолеть моральный барьер, да, отторжение от твоего подзащитного, и ты начинаешь работать, грубо говоря, на прокурора, потому что ты сам прокурор. Но есть другое. Я защищаю непреступника, я защищаю как такового, любого человека, который попал в эту ситуацию. Ну, например, обвинение, да. И вот я не знаю, человек совершил, там был налет, отбирали там какие-то вещи на улице, может быть, сотовый телефон, это было очень давно, лет 20, наверное, с лишним назад. И вот я сижу рядом с отделением тогда милиции, это был молодой парень, я ничего не знаю, да, об обстоятельствах дела. Подъезжает милицейская машина и привозит свидетеля на опознание, есть такая процедура. Я услышал фразу от моего доверителя. Он мне сказал, а он привезли терпилу. Бог ты мой, кого привезли? Терпилу. Вы понимаете? Терпила – это жаргон потерпевшей. Но это в нашем мире человек может быть пострадавшим и потерпевшим. Мы сочувствие проявляем к тем, кто страдает или претерпевает какие-то, да, не самые лучшие времена в своей жизни. Но терпила – это нечто другое. Терпила – это статус человека, которому на роду написано не быть в фаворе, не пользоваться статусом человека. Он кто? Терпила. Что с ним может произойти? А ничего больше с ним не будет происходить в этой жизни. Вы понимаете? И тогда вот этот вот мазок, клеймо, терпила. Вот, честно говоря, так я понял, что он виновен. Понимаете? Потому что здесь была вербальная защита. Если преступник бы каждый раз в процессе совершения преступления понимал весь тот объем страданий, который он причиняет, многие бы этим не занимались. Но существует масса приемов, которые очень легки. Достаточно просто разграфить весь мир на несколько категорий, себе обозначить одно место, другим обозначить там терпила, или вместо женщины чувиха, там чувырла, или что-нибудь в этом роде. И мир становится проще. Потому что, оказывается, да, не надо выдумывать, как поступать в этой ситуации, в этой ситуации. И вот я хочу вернуться к вашей мысли. Как так? Где богатство другого, которое можно было бы использовать, да? Оно все упраздняется собственным страхом. Понимаете? Люди боятся оказаться мягко говоря, аутсайдерами, да? То есть они боятся проигрывать. И тогда они меняют правила игры, каждый раз меняют, как бы сказать, расстановку, то есть набор каких-то игровых вот этих вот ролей. И возникает своя такая жизненная стратегия избегать. Вы понимаете? Я вырос на безымянке. Тогда, я имею в виду, вот во времена моего детства, две культуры определяли уличное поведение пацанов, да? Это криминальная, лагерная и военная, фронтовая, которая тоже осталась. Поговорки, манеры поведения, ты что, не мужик? Ну и так далее. Много чего было. И вот не надо было быть шибко внимательным человеком, чтобы определить, кто к какой культуре принадлежит. Вот лагерная культура, ну так называемые фураги, одна из любимых тем, тех, кто хочет сказать, что Самара – это город со своей судьбой и ментальностью. И вот, да, что это за публика? Неважно, какой у них внешний вид. Это лагерная культура, а криминальная, грубо говоря, да, субкультура. А что характерно для этой культуры? А надо все время выживать, понимаете? Потому что ты не находишься среди людей, с которыми ты хотел завязать прочные отношения, потому что меняются условия жизни, и сегодня ты с ним дружишь, а завтра тех, кто с ним дружил, да, там опускают, грубо говоря. И вот манера поведения, как у змеи, да, у нее язычок все время, да, вот перед ней, с тем, чтобы будущая жертва не могла сосредоточиться, да, все время. И вот первое, что меня всегда удивляло, это трясущиеся руки. То есть, когда говорит перед тобой человек, такой лагерный, прожженный такой, да, лагерник, он начинает вот так вот руками все время болтать. И это не от того, что у него алкогольная трясучка такая. Нет, это стиль поведения, стратегии даже, я бы сказал, поведения и через жаргон, через слова, потому что разговаривать с твоим языком он не станет, потому что этот язык, твой язык, обязывает его к смыслам, которые закрепились за этими словами. А эти смыслы разбивают его жизнь, вы понимаете? Если ты будешь ему говорить о страдании, нет такого слова. Там другие слова. Терпило, понимаете? Ох, а если бы я спросил про источник вот такого, ну, сопротивления другому, вот вам как кажется, это, ну, понятно, что нами руководит страх, ну, если мы вдруг начинаем выбирать такие стратегии поведения, но вот в основе насилия, в основе жестокости, в основе расчеловечивания, что лежит, из какого источника они вытекают, как вам кажется? Отец Сергий, вы мне задаете доктринальные вопросы, и я не знаю, да? Ну, как просто для себя вы определяете. Подождите. Понимаете? Мне всегда проще и понятнее, когда речь идет не о абстрактных категориях, а той ситуации, в которой либо я бывал, либо свидетелем, которой я оказался. Вот я бы хотел уточнить, да, вот, что это за ситуация, которую мы хотели бы с вами сейчас вот прояснить и объяснить. Потому что то, что вы называете расчеловечиванием, да, для другого, наоборот, ты человеком будь, кстати говоря, одна из таких вот скороговорок того времени, да, будь человеком. Казалось бы, ох ты, звание человека, человека вспоминают. Нет, когда тебя приглашают к тому, чтобы быть человеком, тебе тем самым говорят, откажись от некоторых важных для тебя обязательств. И быть человеком-то просто пойти на поводу у этого оратора прекрасного, да, который хочет, чтобы ты, наконец, стал человеком. Когда я слышу будь человеком, обращенный ко мне, я точно знаю, что я кому-то перешел дорогу и чем-то неудобен стал. И вот... Ну, просто вот мне интересно, когда я наблюдаю за людьми, такое антропологическое наблюдение, исследование, да, мне все время как бы стоит перед передо мной вопрос, ну, то есть, так, сам себя перебиваю, почему нарастает агрессия? С одной стороны, мы можем сказать, что это вот вроде бы с точки зрения этологии, тут нам Конрад Лоренс в помощь, известный этолог, который говорит, ну, как бы он вообще науку этологию как таковую создал, и он говорит, что это нормальная тема внутри вида, то есть, мы не можем назвать, что волк по отношению к ягненку испытывает агрессию, вот, он использует его просто как еду, это нормальная межвидовая, межвидовой способ взаимодействия, агрессия это всегда то, что происходит внутри вида, и больше того, Лоренс, например, говорит, что внутри человеческого вида в сравнении со всеми другими живыми существами, животными, эта агрессия максимально реализуется, то есть, эта агрессия может быть вообще не подконтрольна, и вот, опять же, все было бы замечательно, если бы мы с вами жили в эпоху модерна, какой-нибудь 19 век, и мы бы говорили, что, ну, например, право регулирует эту агрессию, вот, но мы с вами живем в 21 веке, и у нас в памяти есть 20 век, где агрессия, насилие, зло, где освенцам никаким образом правовыми регуляторами не регулировался, и вот я стою перед вопросом, почему же вот нарастает, в какой момент нарастает эта агрессия, она же вот в какой-то момент вроде бы отсутствует, мы сейчас видим вот это нарастание этой самой агрессии между людьми, когда люди там делятся на лагеря, вот почему это было в вашей юности, вот казалось бы, послевоенное время страна должна наоборот быть сплоченной, вот все то, что мы усвоили во время Второй мировой войны, что вот мы единое целое, единый народ, и опять идет деление на касты, и опять нарастает вот эта агрессия. Отец Иргий, когда вы стали говорить об агрессии, я услышал слово нетерпимость, и вот по поводу ягнят, вы согласитесь, что для природного мира было бы очень глупо применять категорию нетерпимости, да, волк не терпит кого-то, нет, нетерпимость это исключительно человеческое явление, и тут, я думаю, нам может помочь вот само это слово нетерпимость, то есть это неспособность к некоторой длительности, да, выложи, здесь и сейчас, вот честно говоря, мне это все можно объяснить, да, двумя словами, это слабость духа, понимаете, потому что, что такое нетерпение, нетерпимость, это когда ты не можешь принять слишком долгую фразу человека, который никак не может проживать свою мысль, или наконец-то найти слова и сказать, что он на самом деле думает, и вот ты не хочешь ждать, тебя не хватает на это, и вот то, что тебя не хватает на другого, вы понимаете, тебя самого не хватает на другого, и ты начинаешь собственную немощь проецировать на этого другого, ты начинаешь его обвинять в том, что он создает ситуацию, в которой ты сам себе не нравишься, конечно, это всем известно, что вместо того, чтобы иметь дело с собственными болячками, да, лучше их всех так подмести на другого, и предъявить ему счет, понимаете, скажем, тебе не нравится правда, ты можешь другому предъявить счет в том, что он переходит какие-то границы, грубиян, там, да, не учитывает чего-то, ну, и так далее, а вот сделать себя самого объектом твоих собственных притязаний, ну, собственно говоря, это и есть то, что мы называли вот в прошлой беседе субъектом, ты сам себя делаешь и делаешь с помощью другого, а когда ты начинаешь вместо другого подставлять какой-то шаблон, который не требует от тебя никаких духовных усилий, ну, соответственно, ты и себя делаешь этим же шаблоном, таким же шаблоном, ты не открываешь для себя ничего нового, ты остаешься прежним, и в этом качестве прежности, да, если есть такое слово, да простят меня зрители, ты становишься скучен самому себе, ничего с тобой не происходит, и тогда ты потираешь ручки, тебе нужны зрелища, чужой судьбы, да, где-то там кого-то сшибло, смотришь, ага, лежит, да, где-то кто-то там лоханулся, ты смотришь, ага, не со мной, хорошо, жизнь устроена, понимаете, хотя, конечно, я прошу поощрения, я не хочу вот какими-то вот этими трафаретными объяснениями объяснить, ну, все такое разнообразие нашей жизни, ну, нет, просто я говорю о том, да, отмечу только лишь одну мысль, что мы бываем очень недостойны другого, да, мы начинаем, мы начинаем ломать ему кости, чтобы он был нам удобен, и это, это жутко, это ужасно. Юрий Евгеньевич, прекрасно, что мы вот здесь естественным образом подошли к окончанию сегодняшнего разговора. Серьезно? Да. Здесь мы поставим многоточие. Я только бы вот резюмировал именно сегодняшнюю, ну, она, как правило, всегда первая встреча для обсуждения большой темы, потому что тема чести и достоинства это большая тема, это гигантская тема, она столь же большая, как человек, вот, потому что честь и достоинство это не маленький кластер где-то внутри сознания или внутри психики, это то вселенское достоинство каждого из людей, которые требуют какого-то отношения к себе. И поэтому, конечно, гигантскую тему мы, мы ее поэтапно будем для себя как-то раскрывать. Мы просто находимся в контексте рождественского поста, мы идем к Рождеству и редко осмысляется праздник Рождества, ну, то есть говорят о Христе, который должен родиться, редко осмысляется, что он рождается для того, чтобы мы очеловечились, для того, чтобы мы обрели какую-то свою взрослость и ту потерянную честь, и то затоптанное, может быть, нами, а может быть, другими наше достоинство, чтобы мы выросли. Или, как говорил Льюис, замечательно, да, чтобы мы обрели лицо. Вот здесь мы поставим многоточие. На сегодня я вас благодарю. с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего понедельника, в то же время, в тот же день, в тот же час, присоединяйтесь для того, чтобы продолжить разговор. Субтитры создавал DimaTorzok